Легенды Крыма Тихий звон Пасхальная ночь в Карадаге Сказание о Карадагском монастыре Не имевшем по бедности колоколов И о звоне святого Стефана Который услышались в море Когда правитель страны Анастас Освободил невинно осужденного Живет поныне среди рябаков Отвесными спадами и пропастями Надвинулся Карадаг на беспокойное море Хотел задавить его своей тяжестью И засыпать тысячу подводных камней Как разъяренная бросается волна К подножию горного великана Белой пеной вздымается на прибрежные скалы И в бессилии проникнуть в жилище земли Сбегает в морские пучины Дышит мощью борьбы суровый Карадаг Гордой песней отваги шумят черные волны Красота тихой глади редко заглянет В изгиб берегов Только там, где зеленым откосом Сползает ущелье к заливу Чаще веет миром, покоем Светлей глубина синих вод Манит негой и лаской приветливый берег Обвил виноград в этом месте серые камни Развалин древнего храма Желтый шиповник смешался с пунцовым пионом И широкий орех Тенит усталого прохладой в знойный день В светлые ночи встают из-за развалин Видения давних лет Церковная песня чудится в легком движении отлива Точно серебрится в лунных лучах исчезнувший крест Из ущелья в белых пятнах тумана Выходят тени людей В черных впадинах скал зажигает цветляк пасхальной свечи Шелестят по листве голоса неясною сказкой Мир таинственных грез подходит к миру видений И для чистой души в сочетаниях правдивых И исчезает грань места и времени Колыхаясь огромный корабль Отделяется от скал и идет зыб волны На корме у него в ореоле лучей Уходящий на муниченический подвиг Светитель Стефан Отразились лучи по волне серебристым цветом Оглянулся Светитель на землю Затемнилась гора Черной мантией укрыл кородак глубины пропастей Черной дымкой задернулись воды залива Молился Стефан Легкий бриз наносил до земли святые слова И внимали им тени у разваленных храма Из толпы отделилась одна Свет звезды побежал По мечу правителя аул Анастаса Со скалы взбил Крылами мощный орел Содрогнул сырой видений Из пещеры взлетела сова Раздалось погребальное пение оттуда И плачевной волной понеслось Догорающий свет Отголосок костра рыбаков По тропинке скользнул И на ней промелькнула тень старца Плакал старец Светлую ночь совершилось в аулах убийства На кровавый искус Осудил Анастас неповинных Оборвались откуда-то камни Долго бежали по круче маврага В шорок их был слышен неявственный ропот Над скалой загорелась красным светом звезда Отразилась багрянцем в заливе Упала тонким лучом Нашиб диких роз И кровинкой казалась в пионе И вздрогнула тень Анастаса Опустила свой меч Скатилась с пиона кровинка Взвелась белая чайка с утеса Понеслось над горой Видно откроются двери Аулской тюрьмы Зажглась в небесах звездная сеть Белым светом обвила луна кородак Оделась гора в ризу блеска и отот цвета звезд Заискрилось море миллионом огней По зыбе морской от развалины старинного храма Развернулся ковер бриллиантов И над ним хоровод светлых душ В прозрачном венце облаков Пел пасхальный канон Христос Анести На мгновение мелькнул в уходящей дали Стефанов корабль И оттуда, где он исчез Понесся волной Тихий пасхальный звон Радость светлого дня Доносил тихий звон до земли Перекат Амееха был подхвачен В горах кородага Перекинут на север неясной мечтой У костра пробудил рыбаков И исчез мир видений Пояснение крымской легенды Тихий звон о пасхальной ночи в Кородаге Кородаг – суровая горная вершина Которую замыкаются на восток Крымские горы Это древний вулканический очаг Не раз испытавший на себе смену Вулканических и нефтунических сил Образование складки крымских гор И последующие смывы и разрушения Придали Кородагу какой-то хаотический вид Изобретший в эти места путник Невольно останавливается пораженной Суровой красотой массива Его сбросами и сдвигами Выброшенными в море скалами Перспективой морской синевы И зелеными склонами Внутренней долины По преданию и судя по развалинам По склонам Кородага и училась Несколько церквей и монастырей По поводу одного из них Основанного святым Стефаном Епископом Сугдейским Судакским Среди рыбаков-греков Держится сказание о тихом звоне В паскальную ночь Это сказание я слышал в детстве От моего дяди Илариона Павловича Жизнепского По происхождению грека Из местных насельников Как известно Из жития святого Стефана Он управлял Сугдей Фульской епархией В период иконоборства Под фулами Некоторые исследователи Предполагают Теперишнюю деревню Атузи Святой Стефан Горячий защитник иконопочитания Много претерпел В Константинополе Куда был вызван Византийским правительством Легенда приурочена Ко времени отправления Епископа на его Религиозный подвиг В приложении К настоящему выпуску Легенд Крыма Приведена Суражская легенда О походе на Сураж Судак Русского князя Бравлина Относящийся К прославлению Святого Стефана Имя которого И доселе чтимо Среди местного Христианского населения Христос Аннести Христос Воскресе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин